Ребята, всем доброе утро! На завтрак делаю кофе, сырнички. О, это молоко прям хорошо пенится. Вчера что-то не очень пенка поднялась. На завтрак пожарила уже сырнички и еще у нас вот такой творог пускаревский зерненый со сливками. Это я буду с джемом клубничным, не знаю, может кто еще захочет. Вот Лики чаек и Лика сейчас идет в школу. Приехала бабушка, сейчас придет в гости. Миланка уже ждет, не дождется бабушку. Лика в школе. Вечером мы сегодня пойдем, наверное, в кафе отмечать день рождения тети Лены. Пойдем, наверное, в часов 7 где-то. Вообще Лена хотела 8, но мне кажется, это как-то поздновато. В общем, решили на 7. У нас, в принципе, и так рано очень темнеет, уже в 4 часа темно. Миланка ждет, не дождется бабушка. Да, Милан? Да. Уже многие поубирали елки. Мы, наверное, будем убирать завтра. Девчонки не хотят, оттягивают этот день, не хотят убирать. Я, если честно, уже хочу убрать. Несмотря на то, что я очень люблю Новый год, елку, игрушки новогодние, но уже хочу поубирать. У нас еще под елкой пакеты лежат. С подарками, с конфетами еще не все разобрали мы. Поэтому еще шарик в день рождения. Два шарика осталось. А, и набор, то, что Лика дарила, вот из Фикс Прайс. Кстати, спрашивали, где мы такой набор купили. Вот этот вот набор шариков, вот мы купили в Фикс Прайсе. Вот Алика покупала, он ей очень понравился. И она именно на Миланый день рождения вот купила этот набор. Слушайте, стоит очень долго. Вообще классно. Представляете, 199 рублей всего лишь. Это будет еще дальше. Как будто только-только сейчас надули. Смотрите, какая красота. Вообще прелесть. Давай, Милаш, поставим, чтобы она не лопнула. Знаешь как? Знаешь как? Пусть стоит вот так. Миланкины лолки. Это я так придумала. Это я так придумала. Ну вот пусть и стоит очень красиво. Миланкины лолки здесь. Вообще очень красивые, оригинальные вот эти лолки. Зимняя коллекция. Вообще красотки просто. Блестящие. Глазки у них такие блестящие. И вот этот шар вообще прелесть просто. Ну вот золотой он лучше, конечно. Блестит больше. Но этот зато такой прям вот сиреневый. Когда блестки вот. Ой, Миланка, лука твоя там упала. А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Помоги поставить лолку. Пузыри ставим. Угу. Они с такими пузырями. Жвачка, да? Угу. Ожерелье такое. Ожерелье ДМ-ка. Держи. Держи, миланка. Держится? Угу. Я вообще люблю вот эти шары. Сегодня на день рождения собираемся. Сейчас тоже пойду делать себе укладочку. Думала накрутить. Нет. Распущенными, наверное, просто прямыми. Наверное, утюжком даже пройду сегодня. Здесь у меня какую прическу хочешь делать? Не знаю, не знаю. Я накручусь. Ну, может быть, не знаю. А я бабушку тоже накрутила. А бабушки... А? Все? Есть. У нас же два набора. Угу. Угу. А бабушка приехала в Сочи и свои бегути оставила. Там забыла. Сегодня прям с поезда она... Готый мне позвонит. Говорит, я забыла. Да, я забыла. Бегуди, ты меня накрутишь. Я говорю, конечно, накручу. Сейчас я накрутила. И до вечера она будет в бегудя ходить. Ну, волосы такие уже практически сухие. У меня, кстати, тоже волос лучше крутится, когда он практически сухой. Мне тоже. Когда на влажные волосы я накручиваю... Но очень долго, и потом все равно распускаешь, и некоторые прям еще мокрые. Даже вот феном пройдешься, подсушишь, все равно внутри как сырость такие. Они влажные, и они очень быстро распадаются. А когда волосы практически сухой, то очень хорошо накручивается волос. Вот я тоже ее накрутила. А сама не буду крутиться. Просто прямые сделаем. Мы в ресторан идем. Она сейчас позвонила, сказала, к семье мы все-таки идем. Она тортик испекла, всем понравился. В общем, мой рецепт морковного торта, всем нравится он. И один из любимых в нашей семье – это морковный торт. Ладно, я пойду сейчас сделать укладку. И попозже уже будем собираться на день рождения. Да? Я вот единственное не знаю, я еще хотела цветы, мы думали купить. Но тетя Лене очень нравятся, ой, не розы, тюльпаны. Я не могу тюльпаны нигде найти. Зайдем еще в один магазин, если будут тюльпаны там. Лика говорит, что там как-то видела, я их не видела. Зайдем в этот магазин, если будет, то возьмем букет тюльпанов. Розы что-то как-то, она не очень. Даже не будем розы покупать. А вот тюльпаны. Да она в принципе ромашки не любит. Тюльпаны только любят, розы не любят, лилии не любят, тоже не любят. В общем, говорит, самые мои любимые цветы – это ландыш. Нужно на день рождения ландыши дарить. Да и сейчас, кстати, ландыши их и не продаешь. Да, ты только, может быть, вот к весне, может быть, и начнут завозить. И тюльпаны. Я вообще все это время никогда не видела, что прямо так ландыши продавали. В основном только ландыши я видела, когда бабушки вот стоят на улице. Вот такой у них ландыши. Единственное, что в магазинах цветочных, может быть, мы найдем тюльпаны. Если найдем, то обязательно возьмем. Нет, значит, вот этот вот. Ну, в принципе, он достаточно красивый наборчик. И упакован красиво. Сейчас только прижмет его, чтобы он не открывался. Чтобы эти шарики не выбивали крышку. Мак сохраняет подарок. Все, уже вышли. Сейчас я обуваюсь. Макс, ты оставишься? За главного. Так, все. Милаш, может быть, сядем на диван? Иди сюда. Может, туда сядем, Милаш? И мама, и папа как раз. Ну, ладно, хочешь там, пусть там. Главное, что удобнее. Ладно, ну, иди к бабушке садись. Давай. Вот здесь. Да? Много. 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 Спасибо. Миланка замерзла. Дела кофточку. Теплую. Да, трубочка Ликина. Ой, Милан, тебе подогрели сок, бери. Согрелась, милашка? Лик, ты не замерзла? Нет. Нормально? Потом ты за ним еще полдня будешь ездить. А на сколько бы штык заказали? Тридцать две минуты. А, ровно в третьевье, да? Ровно в третьевье, да? Ровно в третьевье, да? Ага. Это круто. Я посупаю. Я посупаю. Красивые какие цветы. Давай, мы повернем. Ну, верталки. Какая прелесть. Даже дважды. Я взяла теле, подумала, что там фото. Мам, дай лук. Что дать? Лук? А кому, зачем? Ты же лук не ешь. Нет, нет. Это лишь лучок. Ой, Миланка, это чесночок. Я уже снялась. Чесночок не ешь. Вот лучок. Это лучок. Это все ест. Кого любишь, выбирай. Милану больше всех. Ура! Милаша! Все, Милан, значит торт наш. Ваш творческий, молодец. Ура! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Какой красивый. На меня. На меня? Красивый торт. Молодец, Лена. Андрюша помогал, да? Ой, какой красивый. С днем рождения, да? Да. Хочешь кто-то еще? Да. Мы уже дома. Хорошо посидели мы. Мы еще немного даже прогулялись, можно сказать. Подмерзла я и заварила себе зеленый чай. Нет, не зеленый. Травяной чай. Вот такой. С лимоном. И попью без ничего, просто попью чай. Буду сейчас монтировать видео. Обожаю, кстати, этот чай. Он очень вкусный. Там есть гибискус. И он, именно гибискус, дает такую небольшую кислинку чаю. Это очень вкусно. Я люблю такой чай. Я еще добавляю лимончик и пью его без сахара. Единственное, что могу там взять, допустим, кусочек конфетки, там, что-нибудь такое сладенькое. Или ложечку меда. Торт мы, кстати, тетя Лена нам отрезала. Сейчас я покажу. Он очень большой, высокий торт. Я тоже когда делаю морковный торт. Он, именно, если это крем творожный такой, сырный, крем очень воздушный. И торт получается очень-очень толстый. И вот вроде бы отрезают тоненький кусочек. Но за счет того, что торт высокий, просто невозможно съесть. Знаете, еще к концу дня растения, когда ты то-то перекусила. И уже доходит до торта. Уже, конечно, его не осиливаем. Сейчас я вам покажу. В общем, то, что нам положили, мы и так с папой взяли на двоих торт кусочек. Потому что, я говорю, я один однозначно не съем. А Лика себе взяла кусочек, попросила поменьше. В общем, отрезали поменьше. Но я говорю, за счет того, что он толстый, конечно, его невозможно съесть. И Миланка попросила поменьше. Ее тоже отрезали. Вроде бы маленький, но он на самом деле очень большой кусок. В общем, мы его, знаете, попробовали. И не выкидывать же, конечно, куда его деть. Естественно, мы и в общую тарелку не положишь обратно. В общем, мы его забрали с собой. Нам попросили посуду такую пластиковую. И забрали с собой. Сейчас я покажу. В общем, у нас получился, знаете, три наших небольших кусочка. В кавычках небольших. А в целый торт вышел. Это три наших небольших кусочка. Если бы еще быть четвертый кусочек, допустим, я себе отдельно взяла, да? То есть папе, мне, Лике и Милане. Тут вообще бы он не поместился. И так тарелка эта, ну, посуда не закрывается, коробочка. В общем, вот такие вот кусочки. Я, если честно, даже и не попробовала. Мне отрезали. Что-то я уже и не хотела. Я говорю, ну, если можно, я заберу домой. Свой кусочек. Ну, потому что не то, что свои кусочки. Я говорю, мы с папой попробовали. Папа ложечку две съела. Я вообще даже не захотела есть. Лика ложечку попробовала. И Миланка где-то ложечку две попробовала. И все. И вот целые куски практически вот остались. Так что мы забрали. Ну, так все, кто вот не доел, кусочки позабирали. Хорошо там вот дают вот такую посуду в кафе. Удобно. И можно, допустим, свой тортик забрать. Я сейчас, конечно, его не буду кушать с чаем. Это на завтрак. Потому что это слишком круто. Сейчас уже половина двенадцатого есть на ночь торт. Поэтому я просто попью вот мой чай с лимончиком. Вот. Ну, наверное, ложку меда. Может, съем. Все. А это убираем в холодильник. Это на завтрак у нас будет. Вообще, этот торт прям всем нравится. Кто его пробует, морковный торт. Именно с сырным творожным кремом. Он очень всем нравится. Вначале попробовали, я не помню, на Лидин, по-моему, день рождения. Впервые я сделала. Всем он очень понравился. Потом на Миланкин. И сейчас он всем, абсолютно всем нравится этот торт. И вот Лена тоже попросила рецепт. И у Лены тоже всем он понравился. Данке очень нравится. И теперь, не знаю, мне кажется, все мы будем только и готовить. Надо найти какой-нибудь еще интересный рецептик. Потому что от этого торта все просто в восторге. Ну, знаете, когда на все праздники будем делать торт, один рецепт морковного торта, да, то он поднадоест быстро. Поэтому нужно найти какой-нибудь вкусный. Я, знаете, еще раньше какой любила торт? По-моему, Черный лес, как-то так называется, с вишней. Очень вкусный торт. Но я его сама не делала. Я просто очень часто его пробовала. Я имею в виду, вот, допустим, в кафе, когда мы приходили. Очень вкусный торт. Ладно, ребята, на этом наш лоб подходит к концу. Рецепты торта я буду искать. И, надеюсь, к следующему празднику какой-нибудь другой тортик попробую. И думаю, что тоже он всем понравится. На этом наш лоб подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до завтра. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok